Вот так, ребята, выглядит трехзвездочная гостиница в Альбении. Это какой-то вообще, какой-то пятый ряд, десятый ряд, я не знаю, от моря, плюс какая-то гора и вот такие вот сложные препятствия. На бассейне я сейчас не хотел снимать. Бассейн примерно так, по величине, как лягушатник какой-то, ну я не знаю, лягушатник. Ну, куда-никуда, это самое, кондиционеры есть. Но это 70-е годы, это 70-е годы. Сейчас спалишься, здесь не выйдем, но нужно... Шкаф какой, смотри, интересный. Ну, пошли посмотрим, вот что там, уже нашли. Тут, если что, можно обратно во двор вот так войти. Это похоже на какой-то молодежный пансионат, я не знаю. Ну, посмотри. Вот сюда можно хорошо загреметь. Нет, сейчас пойдем, там еще один ряд уже капать начинает. Да? Да. Мы спрячемся на каких-то коридорах здесь, если что. Назад мы уже не успеем. А, вот вход, фойе. Короче, извините, я сейчас сниму такую... Вот зашли сейчас в трехзвездочную гостиницу в этой Альбении. Вестибюль. Простите меня за... Посмотрите, раковина. Что-то трехзвездочная гостиница в Болгарии, вот эта, в Альбении. Ну, мы... Сейчас пошел дождь, и мы тут просто прячемся. Мне кажется, меня засекли. Это ты тут? Нет? Кого-то ищут, ладно. Так, ребята, посмотрим, кто здесь останавливается. У нас в трехзвездочных гостиницах. Румыния, Румыния. Румыния. Очень много номеров машин с Румынией. Румыния, Румыния и Болгария, ребята. А там прям стирают на улице. Внутри звездочная гостиница. Вот так, нормально. Они прямо это самое, это самое скатерти, говорю, раскладывают на асфальте. Прямо постирали и раскладывают простыни какие-то или что-то еще. Нет, сейчас эта туча пройдет, и мы можем идти это самое, а потом дальше. Потому что там уже светло. Моя жена обратила на такое внимание. Смотрите, люди идут, даже уже здесь не хочешь находиться. Люди идут по лестнице, поэтому если вы находитесь вот здесь, идете вниз, то все, что у них на ботинках находится, это сыпется вам на голову. Я тоже, конечно, останавливался в трехзвездочной гостиницах. Но тут развитие остановилось до 70-х годов. До встречи. что с тобой тебе здесь не нравится а почему здесь очень уютно посмотри там патент симпатичный как-то ощущение расскажи замечательный осторожно не расшибитесь детки ну смотри здесь вход для инвалидов все отлично сделано смотри муравьи атаковали муравьи гигантских размеров давно таких больших не видел короче ребята на парковке я посмотрел пару машин из молдавии все остальное румыния и пару машин из болгарии не румыны румыны в основном румыны румынии нету моря до румыния это одна из самых бедных стран бедность это конечно не порог не грех ну просто чтобы вот я своей дочке показывал будешь плохо учиться в школе будешь жить и останавливаться вот в таких вот гостиницах например все очень просто лучше вообще говорит никуда не не ну ребята это конечно это жестко я я вот в испании например в турции да в турции останавливаться в трехзвездочной гостинице один раз я извиняюсь блевал там весь отпуск почти что остальное не буду вам рассказывать то что происходило это буквально вот зубы почистишь водой из под крана и все это ну несмотря на что у них есть вот теннисные корты и так далее ну природа здесь конечно очень-очень супер но эти комнатушки это есть конечно из выходные может быть до слышала тебя подружку нужно взять слышала что она говорит даже две девчонки да ладно все короче мы где вижу вижу пока все убежала ладно ребята нам альбены высота альбена с нас хватило хорошо что мы еще не скупались под дождем вот трехзвездочную гости ну я так и думал что это вот первый ряд второй ряд около моря внизу а потом если выше поднимаешься в альбене вас ждет вот такой вот бюджетный вариант с всеми вытекающими последствиями ладно одно как это все выглядит но это действительно ребята все очень не гигиенично там нужно ходить буквально как в перчатках ладно там я не это самый незазнавшийся человек но это все грязно я не понимаю чего это или там но это видимо два фактора экономят на сервисе и люди частично такого особенного воспитания которое извините меня вот если вы видели что я снял не знаю еще я еще зашел в туалет и там было просто в раковине картина маслом просто включая масло и все остальное в себе вот почему вот так вот ладно все спускаемся вниз леса конечно здесь суперские все да вот это все вчера был ливень все здесь по затапливала у нас тоже кстати несмотря на то что у нас пятизвездочная гостиница но это болгария конечно это не испания и не германия тем более уже здесь нужно хорошо смотреть под ноги на есть вот такие вот вещи почему вот например не работает электричество потому что вот вот например я вот связан с электротехникой ребята почему вот так вот должно почему вот это вот так вот да чему все скручено какими-то соплями ну вот проволока же есть нет они берут какую-то это настоящая бельевая веревка ребята вот это как можно бельевой веревкой можно же взять хотя бы хотя бы проволоку я видимо уже слишком долго живу в германии учился я в германии и на профессию и просто и я такой не могу но может быть это просто воспитание характер не знаю ладно возвращаемся на наш эскалатор наверное нужно все таки будет там около эскалатора эскалатора сфотографироваться ну чё надо будет пофотографироваться наверно здесь сверху да по фотографируемся наверху как твои на фоне роскошных отелей зазналась жена не хочет она тратить пленку не ну там я не знаю там заслоняется тоже гостиница там конечно красиво но наша гостиница заслоняет весь вид на море короче купили шапку не хотел он торговаться со мной купили шапку за 12 лет до 6 евро у нас шапочка мы продолжаем нашу курсу по фешенебель ному району города альбена перед вами открывается вид на роскошные фасады дороги на гостиниц ребята ну да что посмотри посмотри как какая какая дизайнерская работа вот эти вот все конусы палочки посмотри интересно какого года вот и было бы но это 50 лет если 50 лет значит это примерно 50 лет вот этим строением но это полный трэш ты посмотри какая там лампа просто они забабацали какую-то лампу из самую самую дешевую из какого-то строительного магазина короче ребята я тоже когда-то мыл полы мало зарабатывал и так далее все родители у меня не богачи но разница конечно чувствуется когда вот живешь германию накопишь денежку себя имеет более-менее нормальную работу и вот смотришь здесь люди приезжают там с молдавии не знаю с украины не хочу никого обидеть не берите близко к сердцу но вот видно это просто вот как построили тогда вот 50 лет этому месту альбена да вот на том уровне развития все это и осталось да вот буквально вот эти лавочки они наверное действительно ему 50 лет они застоят здесь вот одно что зимы сильно нету да вот так вот все это осталось вот садитесь вот гвоздь вам прям в одно место войдет со всеми ржавчинами это вот это посмотрите вот это все посмотрите здесь как это самое чернобыль какой-то вот это например идеальное место для прогулки ночью но ну вот ну вот вот гостиницы где-то наверное по 300 евро за недель ребята на парковках стоят с класса mercedes с германии каких-то девяносто двухтысячных годов вот это вот это очень важно ребята вот сейчас бы хотелось сразу же все это заснять выслать вам тут как зона отчуждения посмотрите все что заброшенное это здание ресторана почему-то не пользуется хотя не тяни это самое кажется вроде еще что-то работает все вот в таком состоянии назад мы спускаемся не по эскалатору ребята вот нашли мы лестницу какой-то здесь когда-то хорошие времена еще вот развалили советский союз тогда еще было все в порядке вот получайте хотела болгария в европейский союз вот получаете что из этого получилось когда-то здесь даже были светильники вот сейчас вот такая фигня корчит из земли ну смотря где ребята мы закончили нашу экскурсию по верху по бюджетным гостиницам и спустились опять вниз альбена прибери прибрыжные зоне тут вот эти прогулочные улицы где всякие киоски находятся сувенирные магазинчики простые магазинчики а вот этот магазин то что 24 часа открыт я тебе говорил тут вот есть все палатка палата куйма стоит а здесь еще ответвление идет наверно к морю или что и туда ты посмотри сколько здесь палаток а и всего но мы пойдем по этой улочки сейчас зайдем магазин лучше ребята вот эта улочка альбена полно всяких сувенирщиков игрушек чего хотите там фотографироваться маски всякие так что она здесь курсом евро хлеба у нас в 1 96 1 евро 1 96 лет доллар 1 7 и так далее и тому подобное рон это что такое на 10 рон то я не знаю что такое румынская на шотор там шведский ну что шляпку дать тебе прикупили не знаю говорил не говорил на масочки всякие вот вот Субтитры сделал DimaTorzok